Это из муки делается клейстерная болтушка. Он нагревается, он горячий, там кипит вода. Образуется клейстерная болтушка. И то, насколько она плотного состояния или слабенькая, погружается в нее шток. И по секундам, как быстро погружается шток в эту клейстерную болтушку, мы определяем состояние амилалитического комплекса. Перед тем, как свежий, мягкий, румяный хлеб окажется на прилавках магазинов, он проживает целую жизнь. Все происходит поэтапно. Еще до момента производства, так сказать, зарождения, в лаборатории одного из крупнейших хлебозаводов Севастополя муку проверяют на количество и качество клейковины, влажность, белизну. Требования к поставщикам самые высокие. Они проходят строгий отбор. У нас в основном представлены поставщики Крымского региона. Но мы выбираем среди предложений лучшие. Для этого у нас на конкурсной основе производится отбор. По нашим заявленным требованиям мы требования заявляем по некоторым показателям даже более требователям, более высокого качества. Лишь только после того, как мука прошла тщательную проверку, ее отправляют сюда, в сердце предприятия, в производственный цех. Отсюда из 25-метровых туннельных печей и выходят свежевыпеченные симферопольский, царский, горчичный. Но в магазины их отправляют только после тщательной проверки партии. Буквально из печи готовый свежий образец попадает в цеховую лабораторию, где инженер-технолог проверяет на вкус, цвет и запах. А уже после этого готовый образец попадает в центральную лабораторию, где с помощью специальных приборов и реактивов проверяется на кислотность, щелочность, содержание жира и сахара. За качество можно не волноваться. Но повлияет ли это на цену? Ведь сырье на хлебобулочную продукцию снова подорожало. Как заявляет руководство предприятия, в ближайшее время стоимость продукции точно останется прежней. Царь хлеб сдерживает цены за счет господдержки. Более 9 миллионов рублей получило предприятие в этом году на компенсацию убытков. Эта работа будет продолжаться и в следующем году. Но скажу вам так, что да, сырье дорожает, но зачастую царь хлеб берет на себя дополнительные расходы для того, чтобы сдержать цену на приемлемом уровне. То есть отказывается в пользу потребностей жителей города и к себе, грубо говоря, в убыток. Потребности города между тем растут за счет прироста населения. И несмотря на сложные условия, хлебозавод находит возможности для развития. В следующем году с установкой новой автоматизированной линии город будет получать в день на 200 тонн хлеба больше. Эльвина Зарипова, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.